Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня с вами Леонид Леонидов. Требования к подвижению к лакомотивам. Посмотрим с вами три основных вопрос. Это общее основное положение системы активного тягу подвижного состава и пункты для технического активного лакомотива. Как мы уже с вами говорили, в предыдущем моменте есть подвижный состав, зависит от того тягу это подвижный или тягу подвижного состава, они должны все время проходить и все планы, которые мы видели. Соответственно, так должны проходить и содержаться в эксплуатации в эксплуатации, естественно, только в исправном состоянии. Скорая обеспечивая безопасность в жильнике, все необходимые требования в форме охраны труда и пожарные безопасности. Естественно, то есть все, не все, они должны что делать. Они должны быть устойчивыми, должны быть соответствующая прочность, да. Они должны обеспечивать плавное движение поездов, да. Чтобы пассажиры, которые пользуясь этим видом транспортом, дали комфорт, да. Естественно, то есть все, какие вагоны у нас есть, то есть вне встроящиеся вагоны, они, естественно, то есть должны обеспечивать безопасность. Плавное движение поездов, да. Пусть там кубки должны быть доложны, да. Доложны, да. И естественно, то есть все вагоны, вне встроящиеся вагоны, вне встроящиеся вагоны строятся по соответствующим доставам, да. Которые отвечали бы всем в необходимых требованиях. там, да, естественно, то есть каждый вагон, да, в зависимости от того, когда он был построен, да, то есть если, скажем так, есть такая необходимость внести какие-то изменения, где вы там, в случае этого вагона, в любом составе, да, то естественно, то есть все эти требования, то есть все эти изменения, которые будут действовать, они должны обеспечивать, то есть Должны соблюдать все необходимые умовы, все необходимые требования и отвечать всем уровнем безопасности. Если, допустим, что-то не будет соответствовать, то в таких элементах, как локомотив, как локомотив, нельзя. Естественно, как уже было сказано, то есть локомотив, так как специально самобороны, ну и в частности поездную радиосвязь совместность с поездной радиосвязей. на обращении дежурных по станции, по регистрации установленных показателей, а также оборудовательных безопасных и так далее. Также железнодорожные коммунистерства будут оборудованы и осуществляющие автоматическую идентификацию того момента, решение качества. И так далее. И когда что с ним происходит. Также, если мы говорим про Савиус, то есть здесь уже это было сказано, то есть локомотивы должны оборудоваться в том, что это управление автоматическим торможением. Также у всех показателей вагонов должны быть оборудованы еще в камбуре. Такой автоматический вагон, либо же вверх камбуром должно быть стоп-тран. Прямо тогда. А как уже было сказано, то есть все вагоны, которые будут отталкивать соответствующие требования, давайте я внимания заострять не буду, да. Почему, в принципе, это по физику легче, и по инститентам средний материал, потому что он сам не допущает, да. То есть как и к мотор-вагонному подвижному составу, так и к любому подвижному составу должны подъявляться опять же строгие меры, да. Строгие меры, которые обеспечивают первую, то есть правильную стоп-тран. И, соответственно, то есть его безопасное движение по локомотиву. Чтобы не привело это к каким-то негативным последствиям, чтобы люди не получили соответствующие правы. Поэтому, то есть для того, чтобы официально обращать на такие действия, его направят различными техническими инстанциями, да, которые могли бы лучше качество работать, да, и, соответственно, были бы лучше требования, да, работников, локомотивные приказы, да, по-моему, чтобы закончить. Как происходит у нас нужный ремонт англо-вагонного состава, да, то есть мы, для поддержания локомотивов, непосредственно с помощью системы технического оборудования и соответствующего оборудования. То есть тогда поведено, когда оборудование с техническими оборудованиями на протяжении. Такие операции производятся после выполнения локомотивов установленных норм пробега или через определенное время на оборудование. Ну, в принципе, то есть это вполне логично. В общем, то- Lunar permit możemy, так сказать, это несколько часов, как и в принципе, например, в три месяца мы можем приехать, если не в двух ни наездить, да, эти количества, то можно приехать, да, на дополнение того, как мы можем. Немного видоремонта. Какие видоремонта, да? Этихнического оборудованиям была. Т.О.1 техническом оборудованиям Т.О.1, Т.О.2, Т.О.3, Т.О.4. Потом идет текущую ремонт 1, ТР2, ТР3. Капитальный ремонт первого, капитальный ремонт второго. Тот ничего, автоматически вынесло это до конструкции второго монетизации. Целью технического обшивания, для чего нам вообще необходимо, техническая обшивание, является обеспечение работоспособности в автоматических процессах и вводя посредственных эксплуатаций. Техническое обслуживание ТО-1, когда производится, она выполняется в локомотивной бригаде, в пути следует, а также в процессе приемки и сдачи локомотива. То есть, когда принимаем локомотив, смотрят технические себя колодки, по колесам, по структурам, исправными, автостепное устройство, все приборы, датчики, правильно, и так далее, и так далее. И так же при ТО-1 могут смазаться какие-то другие детали, проверять кожные соединения, подорожки, стены, цельных электродвигателей, оборудование, радиоснабж, автостепты, электрооборудование, кисточники, другие части локомотива, то есть, они постоянно приходят. ТО-2 что такое? Уже, видите, ТО-2, оно производится в конкурс-техническом обслуживании, используем различных приборов для агентства. То есть, ТО-2, главное, это депо, да, это специальное место, об этом мы сейчас с вами поговорим, да, и там производить какие-то работы непосредственно используем приборы для агентства. Да, при этом выполняется, могут выполняться работы в объеме ТО-1, да, и еще дополнительно проверяется последовательность работы электрических аппаратов. Состояние аккумуляторов батареи, работа генераторов, состояние бутылесных пар, рессорного подвешивания, тормозные рычажные передачи, да, и так далее, так далее, так далее. ТО-3, да, то есть производится в депо приписке, да, в автомате выпускной, пробегом 210-900 тысяч километров, да, в зависимости от электрических аппаратов. И, соответственно, ТО-4, техническая пункта признает обточку бандажей колесных пар, весь их выкладывает из-под локомотива стилю восстановления крошек поверхности катания бандажа. ТО-4, так как только колесных пар, чтобы они были ровными, чтобы там возникает бандаж, и, то есть это пагубно влияет как на сам локомотив, так и на, естественно, наш путь. После того, когда локомотив прошел ТО-4, необходимо пройти, то есть проходить текущий ремонт, да, вот, естественно, то есть текущий ремонт, так же у нас проводим локомотивный переход, текущий ремонт включает себя, все работы подусмотрены к его передачам, осматриваются выключены передачи, так более, когда привыда проверяют задоры моторного подшипника, выполняется ревизия автоматических тормозоров, снимается, очищается и проверяется, компрессор тепловозов, да, и так далее, то есть снимается, очищается, чтобы гасить камеры, и так далее, и теперь включительно большой пыльчик, который выполняется, должен выполняться в текущем ремонте, да, и, соответственно, какие-то, то есть происходит какие-то, то есть более четверо на осмотре, если необходимо замерить, то, соответственно, и замерить. Текущий ремонт 2 предусматривает выполнение операции в обмене текущего ремонта, да, и, кроме того, нам понадобится провести обточек колесных пар без накатами под локомотивом, выполняется разъединение ревизии сечной тормозных тележек, производится по обмене кузова для ревизии пятниковых углов, да, вот, и после, скажем так, технического ремонта 2 предусматривает при текущем ремонте 3 выполняется сером бакуа в виде ТР-2, да, а также ревизия подшипников электрических машин, практика обмоток, обточка и продорожные коллекторы, тележки выкатываются, разбираются, ремонтируются, выполняются свидетельствами на колесных паре, это происходит, что капитальный ремонт локомотив, он уже непосредственно выполняется на локомотив ремонтных заводов, да, при капитальном ремонте локомотив снимается тягу и двигатели, вспомогательные машины, аппаратуру, производитель ремонт взносных частей либо из замена, обмотки электрических машин, пропитываются, колесный пар подвигается полным осветительным, монолитолетный пар необходимо подвиняет, это произойдет также смена аккумуляторных батарей, локомотив прокрашивается в очередных наборах, и капитальный ремонт локомотива произойдет с полной разборкой локомотива и необходимой заменой или восстановлением полного ресурса технического обмотка и деталей, также может выполняться, как это, необходимая модернизация. Смотрите, можно посмотреть, что проверки на батареи тормозов, в зависимости от вида промоута, в самый последний день много происходит, так что его полностью разбирают, да, и ремонтируют, модернизируют, и все это нагласно разбирают, и опять встать от эксплуататоров. Ну, естественно, для того, чтобы последним работой, как используем локомотивы, да, инфрационную работу локомотивным воздействием, да, вот, а также ряд предприятий, да, и необходимо предусматривать расходы по перевозке, который применяет систему коллектива, который применяет систему коллектива, как мы показать, да, в том число, коллективе показательствах, как мы посмотрим, да, парт локомотивом, да, программы, ремонты, честности, сработица, потребности, продукции, электронитор и так далее. и соответственно качественные показатели характеризуются и так далее и так далее и естественно где производится каком-то технического функции соответственно экипировки то есть экипировки электроугла они что поднимают экипировки на последнем песком какими-то смазочными материалами и неестественно то есть пробег электроугла и тепловоза между экипировками ограничивать запасы либо же локомотив экипируют на специальное оборудование для обоих оборудования для электроводов специальные площадки для осмотра таким образом что мы можем совместить выполнение всех операций во времени кроме кроме песком да то есть как вы видите время он теряет пока он мы могли посмотреть вот вот ну ну здесь вот расположен что не стоит стрелять и так все должно быть да внизу допустим справа яма да то есть он помешивает и посмотреть да все топливо подает сок подается смазочный материал да все это располагается рядом по сути в помещениях для того чтобы по трубам все это довольствие прям его его не устанавливать да естественно то есть всем я уже говорил смазочные масла даже топливо да то есть они не 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 то есть смазочные материалы подают из помещениях заправочные колоды для поддерживания высокого состояния железного рудования системы текущего ремонта после определенного времени для повышения качества ускорения и удушевления ремонта локомотивов осуществляет администрация оперирования и специализирования для построения локомотивов локомотивов для медленной широкой локомотивов поточной формы обязательной производства и сетевого планирования для того, чтобы быстрее успокоить работу и безмесячная трава и тем самым увеличивать снижать его срок в депо и тем самым увеличивать срок службы на высокой пути и выполнение ремонта локомотивов основные углы локомотивов заменяет ранее подготовлены в наготовительном цепи депо ранее производства и здесь можно посмотреть виды ремонта для для того, для того, того, для ремонта среднего объема и после второго капитальный ремонт ремонта капитальный ремонт 2 и потом может производиться капитальный ремонт с продлением срока службы то ст т и т и так самого локомотивного депо, в котором оборудование для экипировки наших локомотивов, также имеются локомотивные депо, примыкательные станции, и естественно, на территории здесь также имеются кучи для стоянки готовых локомотивов и для стоянки пожарных и восстановительных проездов, обмывочные площадки, площадки для внутренних локомотивов и обмывочных площадок, для внутренних локомотивов деталей, соответственно, любое, также могут быть где-то амбицизативно-битовой, депои мастерские, стойла где непосредственно, то есть производительный, посмотрев самого локомотива, в пункте остальных испытаний для тепловода, дальше галерея для подачи угля в коктейльный и так далее, сама коктейльная, повышенная для подачи в коктейльный работа, склады угля, сливная и стакана, насосная для дизельного топлива, чтобы мы не можем дизельный топлив закачивать, непосредственно подавать в пирог к локомотиву, да, вот, сливная, то есть железобетонные резервуары для воды, да, то есть вода, поднамеченная для заправки локомотива, вода, не питьевая вода берется, а техническая вода берется с добавлением различных химикатов, чтобы быстрее вода охлаждалась, точнее, чтобы полученная вода дизельного топлива, склады сырого песка, песка сушилка, склады сухого песка, да, масел, огни, и так далее, и так далее, видите, такое большое количество приспособлений, да, и приборов, и устройство располагается непосредственно, да, для непосредственной экипировки, да, на подвесной самих локомотивах, вот, также у нас имеется, то есть на путях локомотивных дизельков, да, у нас располагается, то что могут располагать восстановительные пожарные поезда, да. Эти поезда предназначены для последних крушений, аварий, да, сейчас, когда вот они размечаются, слышно-то, слышно-то, слышно, локомотивные дизельки, да, ну, естественно, то есть в этих поездах, которые усматриваются на постоянных штат работников, да, во главе с начальными консолями, да, и аварийно-полевые команды, вот, комплекты из неосвобожденных поработников, да, столей и депо, работников исключения, электромеханика, да, автомобильные, да, стоят на таких путях, с которыми они могут быть вставлены в любом направлении, то есть как из-за каких-либо обманетных, да, сразу взяли, пальцепили и поехали, чтобы, например, не теряя, не теряя, не теряя цистерна, да, а также можно нанести это для подавок в любом направлении, предназначенный в любом направлении, да, потому что, так же, может состоять нас в одной цистерне и пассажирского ванна, да. Ну, что сегодня мы хотим рассказать по теме данной лекции, решать о том, что это все равно будет смотреть. Все равно.